Сегодня я хочу зачитать очень интересную статью. Спасибо моему подписчику, который дал мне наводку на этот материал. Статья очень большая, ее можно разделить на несколько частей. Но сегодня я хотел бы уделить внимание именно одному вопросу. Что такое быть украинцем? Что на самом деле это обозначает? В этой статье, как мне кажется, предлагается один из самых правильных путей. И в конце я сделаю своего рода вывод. Итак, расходясь с Россией уже окончательно, украинцы должны тем не менее понять, что нажили совместно очень многое, включая общую историю и литературу, а также русский язык. Пока можно сказать, что поле украинского языка не стало полем битвы. Но это еще впереди. Само наличие украинского языка не может являться защитой от русского мира. Потому что современная кремлевская пропаганда уже пытается тоже работать на украинском языке. Лучшая защита остается все же концепция политической нации, исходя из которой не каждый носитель украинского языка обязательно украинец. Украинец – это прежде всего тот, кто твердо стоит на стороне Украины в противостоянии силой, отрицающей ее существование как отдельного государства, то есть кремлевской версии России. Если это не так, перед нами в лучшем случае переводчик оккупантов, пытающийся сойти за своего. То, что сегодня отрицание России неизбежно оказывается частью украинской национальной идеи – очень важный момент. Точно так же отрицание Великобритании стало важной частью национальной идеи США, Ирландии и Индии на этапах их становления. Россия как мордор, как анти-Украина, как эталон абсолютного зла сегодня необходима для украинцев, для их национального сплочения. Но это не значит, что украинцы должны сбросить в адскую бездну все, что связано с Россией. Ничего подобного. Украинцы должны последовательно сбрасывать в образ мордора все отбросы, а все лучшее при этом нужно забрать себе. Итак, в чем можно разделиться с Россией, а что может еще пригодиться? Во-первых, русский язык. Нравится это кому-то или нет, но у Украины с Россией он общий. В жизни, а не в мечтах авторов, украинцы – многонациональная нация. Процесс дележа заключается вовсе не в том, чтобы две толпы, стоя друг против друга, кричали «это русское» и «это украинское». Речь идет о создании своего набора смыслов и интерпретаций, а также, коль скоро Украина в состоянии войны с Россией, о дискредитации и осмеянии смыслов и интерпретаций, которые использует наш враг. Германия, Австрия и существенная часть Швейцарии говорят на немецком языке, но эти варианты немецкого, мало того, что имеют диалектические особенности, еще и говорят о разном. Язык – всегда нечто большее, чем толковый словарь. Это также набор ассоциаций, героев и образов, знакомых с детства. Также история с англоязычными странами. Есть Великобритания и есть США, Австралия, Канада, Ирландия и даже отчасти Индия. Все они говорят на английском языке, но это различные страны. Чтобы украинский русский стал реальностью, над этим проектом нужно активно и осознанно работать. Не уходить в сторону от всего российского, умыв руки, а работать с тем материалом, который есть, не уступая Москве без боя ни пяди общего наследства. Украинцам неизбежно придется кроить новых героев, в том числе и говорящих на русском языке. Но при этом приемлемых для Украины и старого материала общего прошлого. В точности, как в романе Оорен, мы должны сделать добро из зла, потому что больше его не из чего сделать. Одновременно с этим нужно целенаправленно уничтожать российские смыслы, потому что бытие украинцев с России в перспективе только одна на двоих. И если будет Украина, то не будет России. Слабые и сильные места кремлевско-российской мифологии не составляют секрета. Самый сильный аргумент Кремля – обращение к животным инстинктам, к низменным человеческим свойствам, которые он осознанно культивирует в своих поддатых. Эта игра на понижение и делает российский агитпром всеядным. Когда в одну колонну удается свести пионеров и коммунистов вместе с казаками, вручив им иконы, портреты Николая II и Ленина одновременно, а также красные знамена. На самом деле это совсем несложно сделать. Нужно просто знать материал, с которым работаешь. Знать, что ни коммунистов, ни пионеров, ни казаков, ни ветеранов в такой колонии нет. Есть только атомизированная аморфная масса, где каждый каждому априори враг. Но враги сведены во временные группы, объединенные типом маскарадного костюма. А вся колонна насажена, как на шампур, на одну мысль. Нас много, и хотя каждый тут в отдельности ничто, все мы вместе победители. Почему победители? Потому что можем прийти толпой и все разорить, разграбить и сжечь. Если немцы могут называть свою страну Дойчланд, русские ее же Германией, а украинцы Немечиной, то что мешает украинцам называть Россию Московией? С какого-то момента во всех официальных документах, представим себе, появляется новая грамматическая норма. Привыкли же, что правильно говорить в Украине, а не на Украине. Не нравится? Отправляйтесь по известному адресу. По-фински Российская Федерация вообще. Венаё федерацион. И ничего, Лавров не умер. А от Московицкого Союза, если услышит это слово, тоже не умрет. А умрет невелика потеря. Слову же Россия нужно постепенно придать другой смысл. Мы зачастую недооцениваем возможности системного троллинга врагов, поддерживаемого на официальном уровне, закрепленного в официальных документах и школьных программах. Между тем, такой троллинг – отличное оружие в пропагандистской войне. Почувствуйте разницу. Россия, которую ненавидят русофобы, и Московицкий Союз, населённый неудачниками. К России, ненавидимой русофобами, ещё можно примкнуть добровольно от обиды в знак протеста. По принципу «на зломами уши отморожу». А к сборищу тупых улухов уже нет. Не появится такого желания. Конечно, такие трансформации общественного восприятия потребуют времени и системных усилий. Мгновенного эффекта не будет. Превратить Россию в Московицкий Союз сознание украинцев возможно не меньше, чем лет через 10. И то, если очень постараться. Но игра стоит свеч, потому что выжить как народ и как государство при нынешнем положении вещей могут либо украинцы, либо московиты. Только кто-то один из них. А значит, вражда Украины с Московией навсегда. То её распада или поглощение Украины, если Украина проиграет. Отобрав у Московии слово «Россия», украинцы могут начать работать над его новым смыслом. Россией может быть всё то, что не признаёт над собой власть Кремля и при этом говорит по-русски. Это не государство, а пространство культурных смыслов и языка. И его русский язык уже не московицкий русский язык. Тут можно навскидку предложить несколько ходов, которые без особых затрат за сравнительно короткие 5-7 лет отделят украинский русский от русского московицкого. Московию раздирают десятки загнанных в подполье сепаратизмов, как идейных, так и территориальных. Те из них, кто способен выйти за пределы, отмеренные им Кремлём, должны получать поддержку Украины как минимум моральную информационную. Украинцам вовсе не нужно отгораживаться от России. И, напротив, украинцы должны вести постоянные идеологические бои, атакуя Москву и по кускам, отрывая Россию от неё, лишая и Кремль, и Кремль второго эшелона в лице сторонников идеи «Та же Россия, только без Путина», монополии на право говорить от имени русского народа. Здесь хороши все средства. Можно, к примеру, с тем же успехом, с каким это делает сегодня российская пропаганда, играть на слабостях Россия. На комплексе их европейской неполноценности, на страхе быть лохами и быть слабаками, на эгоизме, жадности и абсолютной социальной разобщенности, когда толпа в несколько тысяч человек спокойно стоит и снимает на мобильные телефоны, как полиция пакует в автозаке тех, кого она же из этой толпы поодиночке вырвала. С другой стороны, в отличие от Кремля, Украина может позволить себе апеллировать к позитивным человеческим качествам. Не суть важна, к чему будут обращаться украинцы, важен результат. Украинцы должны сформировать в информационном поле антикремлевское русскоязычное пространство. Но ведь такое пространство уже, кажется, есть. Нет, вовсе нет, точнее, его совсем нет. Есть мелкие и маловлиятельные российские сепаратистские проекты. Есть проекты, формально-оппозиционные Путину, но ничем не лучшие, чем он. Грудинин, Собчак, Навальный – все это части кремлевских механизмов. Его шестерни и противовесы. Есть неопределенно либеральные импотентные болтуны, вроде Явлинского, но, опять же, рассуждающие о целостности России, а не о ее исчезновении с политической карты. Это все не то, что нужно. К тому же эти карлики обладают непомерным самомнением и не укладываются ни в какую единую логику. Всем же остальным нужен многогранный, но цельный антипод Московии, базирующийся в украинском пространстве как физическом, так и смысловом. Это анти-Московия, отрицающая, троллящая, высмеивающая кремлевские проекты в его нынешнем виде, включая законность его границ, официальную историю, героические мифы и саму концепцию московитского государства, и должна завладеть названием «Россия». Такая Россия, анти-Московия, не нуждается в собственном государстве, она уютно чувствует себя по всему миру, за исключением разве что самой Московии, существование которой полагает излишне. Под эту концепцию, как под общую крышу, им нужно подтягивать всех противников Кремля, для которых сохранение нынешней государственности РФ не является высшей ценностью, а уж оттуда черпать то, что может пригодиться для строительства многоязычной Украины, потому что социальные роли русскоязычного украинца и активиста такой анти-Московии в принципе совместимы. Все неподконтрольное Кремлю, все социальные сети, молодежные течения, музыкальные группы, кто явно не заявляет о поддержке имперских амбиций, или хотя бы попросту молчит на эту тему, уже могут быть включены в анти-Московское смысловое поле, независимо от явно высказанного ими согласия. Итак, буквально коротко, с чем точно можно согласиться? С тем, что Россия фактически узурпировала это название, имеется в виду Россия, не имея на это особого права. Россия с корнями в Киевской Руси вообще непонятно до сих пор, где начинается и где закончится. Второе. Современное российское государство, то есть РФ, рано или поздно все равно распадется, и в этом заинтересовано все здравомыслящее население, я бы сказал. Потому что современное российское государство – это не только государство с антиутопичным будущим, совершенно не существующей, все время меняющейся историей. Это государство, которое проецирует огромную ложь на весь мир, занимается коррупцией, подкупом, высокопоставленных лиц во всем мире. Одним словом, это на самом деле страна, которая сейчас заслужила название Мордер. Так вот, этот Мордер существовать все равно не будет. Рано или поздно мир, земля, вселенная, как хотите, отделается от этого государства, и государство это распадется. А вот дальше будет стоять вопрос, где будет сформирована Россия, и примкнет ли она к Украине, то есть настоящая, скажем так, Россия, направленная в сторону Европы. Если это будет мини-Московия, от которой отделится Башкортостан, Татарстан, Чечня, Якутия и так далее, возможно, с этим государством можно будет как-то разговаривать или вести какие-то дипломатические отношения, при условии, если она будет стремиться к тому, чтобы быть другой, а не такой, как современная РФ. Я действительно полагаю, что Украина имеет право на это название, именно в силу потому, что Украина была колыбелью Руси. И в интересах адекватных русских, которые мечтают о свободной, красивой России, какой-то хороший, удачный союз с Украиной. Но только не с той России, которая сейчас, и даже не с той России, которая будет без Путина, но, например, с очередным государем, просто с другим лицом. Это должна быть обновленная Россия, создающая новые смыслы для себя точно так же, как сейчас это пытается сделать Украина. И, конечно же, автор этой статьи прав, невозможно полностью отказаться от русского языка. Украинский язык должен быть повсеместным, но и русский язык должен остаться частью украинской культуры. Ведь от того, что Соединенные Штаты отказались от всего английского и даже воевали с английской империей, это не значит, что они отказались, например, от английского языка. Но современный американский язык уже очень сильно отличается от классического английского языка. Тем не менее, англичане спокойно разговаривают в США, как и американцы в Англии, подшучивая друг на другом, посмеиваясь над этими акцентами, над этим диалектом. Но, тем не менее, мы говорим, что Соединенные Штаты говорят на английском языке. В этом нет ничего зазорного. И действительно, причастность на данном этапе к званию украинца может не тот, кто разговаривает на украинском языке или имеет фамилию типа Кличко, Лешко и так далее. А тот, кто на самом деле по своему мировоззрению не приемлет принципов русского мира, кто рассуждает по-другому. Это может быть и человек с абсолютно русской фамилией, говорящий на русском языке, как, например, Андрей Полтава, известный украинский блогер, на самом деле русский по национальности. Вот этот новый тип украинского патриотизма, конечно же, имеет место быть. Здесь должна быть духовная привязанность к этой стране и четкое понимание, что Россия никакой не союзник, никакой не друг, а самый настоящий враг, так как идет война, а значит с этим врагом нужно бороться любыми средствами.